Привет, папочка. Ой, прости, ты работаешь. Я понимаю, что некоторые из вас спросят. Антонио, зачем мне наряжаться в костюм, когда я могу просто надеть спортивную форму? Я могу целый день быть в пижаме, когда работаю из дома. Когда я говорю нарядиться, то я не имею в виду, что это обязательно должен быть костюм и галстук. А что я имею в виду, так это приложить усилия, а не выглядеть так, будто вы уже сложили руки. У вас в голове всегда должна быть картина вашей лучшей версии. Вот как надо одеваться. Если вы предпочитаете спорт пиджаки, тогда вперед. Если вам охота выглядеть как пират, кто я такой, чтобы вас судить? Но суть в том, чтобы одеваться как успешный человек, которым вы хотите стать. И вот первая причина. Когда вы опрятно одеты, то вам и думается лучше. Стой, стой, ты хочешь сказать, что я стану умнее, если лучше оденусь? Да, звучит как безумие, но так и есть. Когда вы одеты более формально, то вы будете чувствовать себя более авторитетно и уверенно. А также другие люди будут вам больше доверять, в том числе и вы. Это я взял из исследования 2007 года. В нем изучались влияния рабочей среды на рабочих и их само восприятие. И выяснилось, что когда мужчины надевали костюмы, то это влияло на них. Означает ли это, что вам надо носить костюм? Нет, потому что я прошелся еще по одному исследованию. Оказалось, что оно проводилось в формальной обстановке. Ну, в бизнес-среде, где костюмы – это обычное дело. Поэтому подумайте, может у вас в компании есть определенная форма или этикет, который вы соблюдаете? И что сейчас вы не носите? Вот что я бы порекомендовал – надевайте эту одежду. Это может быть форма или пола. Это та одежда, в которой вам комфортно и что позволяет вам сделать установку в голове, что вы на работе. Лично для меня – это спортпиджак и хорошая рубашка. Вторая причина, почему следует одеваться, потому что вы не просто будете себя чувствовать более эффективно. Согласно статистике, вы и станете более эффективным. Ваша продуктивность повысится. Погоди, если я красиво оденусь, то стану лучше работать? Да, я серьезно. Давайте взглянем на штуку, которая называется одетое сознание. Ну, или как ваша одежда влияет на вашу продуктивность. Вернемся в 2012 год. Исследование, опубликованное кафедрой менеджмента Келлогг с северо-западного университета США, в нем рассказывается, как менялось поведение студентов, когда им говорили, что белый халат – это либо рабочий халат для художников, либо форма доктора. То есть, это был просто белый халат, который давали разным студентам. И те, кому сказали, что это докторская форма, проходили тест, согласно данным статистики, лучше, чем те, которые думали, что это рабочий халат художников. В результате они выяснили, что одежда, которую мы носим, влияет на наше поведение. Поэтому только подумайте, как это отразится на вашем дне. Вам нужно, чтобы ваше сознание было настроено на работу. Мы это можем видеть и в спорте. В бейсболе часто у спортсменов есть счастливые кепки, и они верят, что когда они ее надевают, они будут лучше играть. Поэтому, если у вас есть такая вещь, в которой вы чувствуете себя хорошо, она помогает вам чувствовать себя на миллион долларов, тогда надевайте ее. Таким образом, вы повысите свою эффективность. Хорошо, с этим понятно, но серьезно. Я дома целый день, поэтому хочу просто ходить в пижаме целый день. Я отношусь серьезно к своему досугу. Что ж, прекрасно, если вы относитесь серьезно к своему досугу, тогда вам захочется серьезно подойти и к вашему рабочему времени. Когда вы дома, то очень трудно расставлять границы между домом и работой. Все начинает смешиваться. Вы можете словить себя на том, что пишите рабочие письма в 10 часов вечера или в 6 утра. Это не останавливается, потому что вы дома. Поэтому, одеваясь как на работу, пока вы дома, а затем переодеваться в свободную одежду, когда вы закончили работать. Это связано с теорией одетого сознания, когда вы устанавливаете рамки у себя в голове, что вы на работе и вам надо разграничивать это время. И это важно. Вы можете и не замечать, думая, что вы продуктивны. Но я скажу вам вот что. Когда вы фокусируетесь и проводите 6 часов за работой, это гораздо эффективнее, чем когда вы занимаетесь мультизадачностью в течение 12 часов. Потому что никто не может заниматься мультизадачностью, даже если вы думаете, что вы способны на это. Но все равно существует переключение и это дорого стоит. Поэтому лучше быть супер сфокусированным как лазер. И использование одежды как униформы помогает разделять свою рабочую одежду от досуга. Хорошо, я понял, но что еще ты можешь рассказать? Что это поможет получить мне повышения или заработать больше денег? Ну, вообще-то да. 232 тысячи долларов. Как говорит Дэвид Хаммермэш. Дэниэль Хаммермэш. Экономист и профессор Техасского университета в своей книге «Красота платит». Но давайте обсудим вот что. Если вы одеты соответствующе в течение рабочих часов, вы можете присоединиться к неожиданному звонку по Zoom. Вы можете созвониться по видеозвонку с клиентами и заключить эту жирную сделку. Потому что вы можете себя показать, если вы выглядите как профессионал. Когда вы общаетесь с боссом, когда вы делаете видеозвонки, вы не просто эффективны, вы также и выделяетесь. Босс делает пометку у себя в голове, что этот парень красава. Он работает из дома, как и все, но он по-прежнему держит марку профессионала. Даже скажу так, он будет относиться к вам как к профи. Хорошо, это все звучит круто, но честно, моя жизнь сейчас это полный хаос. Мне нужно, чтобы все нормализовалось. Отлично, тогда тебе понравится этот пункт, потому что он позволит тебе нормализовать хаос тем, что у вас есть контроль над чем-то. Каждый раз, когда они запускают людей в космос. Знаете, на чем фокусируется космонавт? Дыхание. Почему? Потому что он больше ничего не может контролировать. Ракета может взорваться, а может и нет. Они ничего не контролируют. Они не могут управлять кораблем, пока он отрывается от земли. Но они могут контролировать свое дыхание, и это их успокаивает. Поэтому вы можете контролировать то, как вы подготавливаетесь к своему дню, как вы одеваетесь. Вы не можете контролировать тот хаос, который происходит в мире сейчас. Но вы можете надеть красивую одежду, чтобы показать свою лучшую версию и чувствовать себя уверенно. Итак, красавчик Антонио, я уверен, что у тебя есть еще и бонус-причина, почему мне следует выглядеть хорошо, когда я работаю из дома. Ну конечно, у меня есть бонус. Когда вы одеваетесь дома, то у вас есть возможность экспериментировать. Вы можете попробовать различные комбинации, которые вы никогда ранее не пробовали. Вы можете надеть ту шляпу, которую никак не могли надеть, потому что не было повода. Вы можете задаться вопросом, если вам вообще нравятся галстуки. Очень часто люди думают, что костюм и галстук это неудобно. Но это не так. Это просто непривычно. Так что как насчет что-то изменить? Может попробовать отрастить бороду? Так много всего, чего можно попробовать. Поэкспериментировать, на что у вас может не хватало смелости делать в офисе. Но когда все нормализуется, вы сможете прийти в своем новом стиле и чувствовать себя уверенным. Секретное оружие, о котором я вам не рассказывал. Нет, это не цветы, хотя мне они нравятся, и наверное они могут сделать вас более эффективным. Но это правильные духи. Подходящие духи, ребята, могут перезапустить ваш мозг. Если вам надо что-то, чтобы попасть в рабочее состояние, что-то, что добавит вам фокуса, вы можете открыть для себя другие состояния запахов. О, вам нравится этот свежий запах. Ноты бергамота. Он вас пробуждает лучше, чем кофе. Ну или наоборот, вам нужно что-то, чтобы успокоиться в этом хаосе и неопределенности. То, что успокоит ваш мозг в самом начале дня, потому что вы хотите распланировать все. Друзья, найдите свой аромат. Если вам интересно узнать больше информации, подкрепленной наукой, о том, как духи могут сделать вас более эффективным, то я подготовил для вас это видео.